Ну, хорошо, ладно. Добрый день или доброе утро всем, кто к нам пришел сегодня. Бурецкий экскурсоверственный университет начинает трансляцию разговоров, коротеньких мини-лекций экспертов ЕГЭ по всем предметам. Так получилось, что первым будет консультация по русскому языку. Я Степанова Ирина Жемцарановна, кандидат филологических наук-доцент кафедры русского языка и общего языкознания Института филологии иностранных языков и массовых коммуникаций. Так теперь называется наш большой институт в составе университета. Это объединение бывших двух больших факультетов Института филологического и факультета иностранных языков. Теперь мы называемся Институт иностранных языков филологии, филологических иностранных языков и массовых коммуникаций, потому что у нас теперь еще есть журналистика и реклама отделения. Ну хорошо, сегодня по ЕГЭ, по русскому языку. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте их здесь, может быть, в групповом чате в Зуме, может быть, я знаю, что одновременно идет трансляция в Ютубе, в общем, по каналам, которые вам доступны. Надо сказать, что ЕГЭ в этом году ожидается достаточно напряженной, потому что изменились сроки в связи с эпидемией коронавируса. Мы все сидим дома на самоизоляции, и сейчас я тоже трансляцию делаю дома из своего. При этом еще информация меняется каждый день. Вот экзамен по русскому языку по ЕГЭ сдвинулся по последним сведениям на 11 июня. Не знаю, может быть, будут еще какие-то подвижки. Поэтому, конечно, состояние выпускников очень тревожное. Но, в общем-то, я думаю, что сильно волноваться, вот так вот прям, чтобы не спать, не есть, что называется, волосы на себе рвать не надо, потому что страна все-таки, я думаю, сделает все возможное для того, чтобы как-то облегчить участь нынешних выпускников. И то, что сдвинули экзамен, может быть, даже это и хорошо. Есть возможность шлифовать свои навыки, которые вы за последний год, думаю, интенсивно все приобретали. Так, есть на это время. Сейчас по русскому языку, когда уже начало мая, остался месяц до экзамена, я думаю, что сильно много такого вот, очень нового, так скажем, я вряд ли кому-то что-то скажу. Но я хотела бы сегодня остановиться на одной теме буквально, потому что я обнаружила, что эта тема... Так, где-где-где? Вот она, ага. Я обнаружила, что эта тема является достаточно такой плохо понимаемой нынешними школьниками, потому что, как ни странно, наша кафедра русского языка, общего языка знания обнаружила, что, оказывается, в школьных учебниках как-то вот очень невнятно дается на эту тему, невнятно дается теория на эту тему. Так, хорошо, я хочу сегодня поговорить о типах речи. Повествование, описание, рассуждение – это 23-е задание. Это задание после большого текста на написание сочинения. Так, и вот там демоверсия 20-го года нам говорит таким образом. Укажите, какие из перечисленных утверждений являются верными, напишите в бланк ответов, номера ответов. Например, в предложениях 1.4 представлено повествование, верное или неверное. В предложениях 16.17 дано описание, верное это или неверное. В предложении 25 указывает на причину того, о чем говорится в предложении 24. А там, где причина, вывод, следствие из чего-то – это тип, конечно, рассуждения. Так, в предложении 40 рассуждения, 45 содержит элементы описания. То есть здесь сразу же в демоверсии задается вот три типа речи, повествования, описания, рассуждения. Так, но, возможно, в тексте могут быть элементы описания, элементы повествования, элементы рассуждения. Так, вот так. Хорошо. Что такое тип речи? Тип речи вообще – это те приемы речи, совокупность речевых приемов, которые используются для отражения в речи определенного фрагмента действительности. Тот фрагмент действительности, о котором идет речь, его называют предметом речи. Если предмет речи – объект статический, время не движется, у него есть какие-то постоянные признаки, то это тип речи – описание. То есть что такое описание? Это вот, это, это картинка перед нашими глазами. Ну, вот картина на стене. Что мы видим? Это будет описание. Время здесь не движется. Как правило, время здесь или настоящее, или прошедшее у глаголов. Ну, вот, например. На левой руке продавца сидит крошечный веселый фоксерьерчик. Он необычайно малый, мил. Глазки его задорно блестят. Миниатюрные лапочки находятся в непрерывном движении. И неожиданный момент. Фоксерьер сделан из какой-то белой материи. Глаза из литого стекла. Так, то есть сначала задается, что описывается? Фоксерьерчик. И дальше дается перечисление его признаков. Крошечный, веселый, мал, мил. Глазки такие, лапочки в движении. Сделаны из белой материи. Глаза сделаны из стекла. Так, то есть описание – это вот предмет. Мы его из окружающей действительности к себе поближе придвинули. И со всех сторон его рассмотрели. Вот он такой, 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 а еще такой, а еще такой. Это описание. Бывает описание предмета. Вот, как только что я вам привела. Бывает описание места, описание состояния. Может быть, даже описание состояния дел. Бывает описание действий. Вот в этом случае надо не путать с повествованием. Ну, чуть ниже про повествование. Хорошо. Основная цель описания – помочь более внимательно всмотреться в предмет. Это могут быть одушевленные, неодушевленные предметы, явления природы, действия, состояние человека и все такое прочее. Когда мы описываем предмет, мы находим его интересные подробности. Детали какие-то, части, свойства. И, важно, время для нас как бы останавливается. Мы рассматриваем предмет во всех сторон вне времени, даже если это описание времени года или времени суток. Мы как будто его вот приближаем глазам и рассматриваем подробно. Композиция описания основана на параллельных связях частей текста. То есть связь между предложениями параллельная. То есть вот главное предложение, от него связь к следующему. Потом опять возвращение к главному предложению, связь со следующим предложением. От главного к следующему опять. Так, хорошо. Основные речевые приемы. То есть это тип речи. Кстати говоря, функционально-смысловые типы речи, описания, повествования, рассуждения, которые сейчас вот и в ЕГЭ рассматриваются, и во всех школьных учебниках, и не только школьных, вузовских тоже есть. Это школа научная, кафедры русского языка и общего языка знания, Бурятского тогда еще Государственного пединститута. Профессор Ольга Александровна Нечаева, столетие которой мы отпраздновали в прошлом году, вот основоположник этой лингвистической школы. Когда мы об этом говорим, народ всегда удивляется, говорит, как ни Москва, ни Питер, ни центральные какие-то города. Да, Бурятский государственный пединститут, а теперь ныне Бурятский госуниверситет. Так, и вот научная школа и вот это научное описание функционально-смысловых типов речи – это профессор нашей кафедры. Так, хорошо. Так вот, описание. Основные речевые приемы. Набор признаков. Поэтому много прилагательных, много наречий. Смотрите, какой фокстерьерчик. Крошечный, веселый, мал, мил, миниатюрный, непрерывный, белый, литой, много прилагательных. Формы настоящего времени всказуемых. Ну, понятно почему. Потому что время не движется. Параллельная связь предложений и слова, указывающие на внешний вид объекта, структуру, ориентацию в пространстве, оценку объекта со стороны автора и прочее. Таким образом, мы можем сказать, что описание мы можем представить в виде такой схемки. Описание – это признак 1 плюс признак 2 плюс признак 3 плюс признак 4 и так далее. И время в описании не движется. Хорошо. Описание и повествование – два типа речи, которые имеют отношение к материальному миру, к миру вещей, к вещеному миру. В отличие от рассуждения, которые имеют принципиально другую структуру. Так, описание. Повествование. Если предмет речи мы представляем как последовательность меняющих друг друга ситуаций, то тогда мы используем кипречи повествования. Например, Карла вошел в коморку, вошел, сел на единственный стул и, повертев, так едок полено, начал ножом вырезать из него куклу. Первым делом он вырезал на полене волосы, потом вырезал лоб, потом вырезал глаза, сделал кукле подбородок, шею, плечи, туловище, руки и прочее. Так то есть и постепенно появился Буратино. То есть это последовательность событий. Что было сначала, что было потом, что еще было потом, чем все дело закончилось. То есть повествование – это как разворачивание киноленты. Вот если описание – это статичная картинка, которую мы видим, вот она, и что мы на ней видим, то повествование – это лента кинопленки. Что было сначала, а потом, что было, а потом, а потом, и чем все дело закончилось. Так, основная цель повествования – рассказать о важном или интересном событии, показать его героев и развитии во времени, при выделении составляющих его более мелких событий. То есть, например, описание какого-то крупного события, из каких мелких событий оно состоит. Обязательно соблюдается логическая последовательность в развитии событий, они цепляются друг за друга, поэтому связь предложений в тексте не параллельная, а последовательная. Так, обязательно подчеркивается, что события изменяют одно другое, динамизм ситуации, композиция обязательно соотносится со временем, и в основе композиции цепная связь частей текста. По-другому говоря, повествование можно представить себе как цепочку событий. Повествование – событие один плюс событие два плюс событие три и прочее. Время обязательно движется, что было сначала, что было потом и прочее. И кроме того, еще в типе речи-повествования мы, как правило, находим маркеры повествования на речи о времени. Когда однажды, потом, вдруг, в это время, неожиданно, потом, я сказала уже, да, в конце концов, там еще что-то такое. То есть, если мы видим вот эту цепочку событий, и мы можем представить это себе как разворачивание кинопленки с маркерами повествования, вот с этими наречиями, тогда, конечно, это повествование. Так, основные речевые приемы, которые характерны для повествования. Важная информация о последовательности действия и состоянии, что было сначала, что потом. Так, форма прошедшего времени в сказуемых, потому что, как правило, рассказывается о том, что уже произошло. Последовательная связь предложений в тексте. А раз последовательная связь, то как средства связи используются часто личные и указательные местоимения. Используются слова, указывающие на изменяемое во времени состояние и действие. Например, глаголы «перемещение в пространстве и времени». Ну, пошел, побежал, прибежал, увидел, услышал, схватил и прочее. Так, глаголы, как часто встречающаяся часть речи в этом типе. Так, повествование и описание, еще раз говорю, это разговор о материальном мире нашем с вами. Третий тип рассуждения принципиально противостоит первым двум, потому что здесь в типе рассуждения речь идет не о материальном мире, не о мире вещей, о мире, ну вот я, конечно, здесь обобщенно говорю, а о том, что происходит в нашем сознании. Здесь в центре внимания процесс человеческого мышления. И вот поэтому в рассуждении, забегая вперед немножко скажу, автор может доказательство такое-то поставить первым, а доказательство другое-то такое-то поставить третьим или наоборот, поменять их местами. А, например, при повествовании события идут в строго определенные последовательности, и даже если мы их где-то в романе или в повествии переставляем местами, рассказываем сначала про одно, а потом про другое, все равно любой читатель или зритель прекрасно понимает, что было сначала, а что было потом. Так, в рассуждении это процесс человеческого мышления. Например, игры – это не только детские забавы и развлечения. Тезис. Почему это не только детские забавы и развлечения? Потому что в играх вырабатывается ловкость и гибкость, первый аргумент, развивается умная смекалка, второе доказательство, формируется характер человека, третье доказательство, общий вывод. Таким образом, игры – это важный период в становлении ребенка. И обратите внимание, начали с тезиса игры «Не только детские забавы и развлечения», закончили более широким выводом. Это важный период в становлении ребенка. Как правило, при рассуждении вывод должен быть шире тезиса. Так, цель автора рассуждения – рассмотреть самые важные свойства предметов и явлений и обосновать их причинно-следственные взаимосвязи. Почему так? Почему вот так? В рассуждении обязательно есть тезис. То есть это то, что я вам сейчас докажу, например. В рассуждении обязательно есть доводы. Это то, как я вам сейчас это докажу. Так, и в рассуждении обязательно есть вывод. Таким образом я вам доказал, что я прав, например. Так, вспомните 9 класс геометрию доказательства теоремы в 9 классе на экзамене. Допустим, что, тезис, дальше доказательства, таким образом, теорема доказана, таким образом я доказал, что прав. Ну, в русском языке и в литературе это должен быть не просто виток рассуждения, колечко рассуждения. Вернее так, это должно быть не кольцо, приходящее в ту же точку, с которой начали рассуждения, а это должен быть виток спирали. То есть должно быть вот так. Когда мы начинаем рассуждение с тезиса, потом постепенно мы немножко приподнимаемся, и должно быть в конце концов вот это расстояние. Когда мы приходим к выводу, он должен быть выше тезиса. Не в ту же самую точку должны прийти, а немножко шире должны быть. В отношении к сочинению, которое вы пишете в ЕГЭ, там два витка рассуждения. Первый виток рассуждения – это проблема, которую заявляет автор. Проблема. Так, затем два примера в доказательство того, что автор именно об этой проблеме говорит. Так, причем здесь вот надо сказать, что это называется «комментарий к проблеме». Так, здесь надо сказать, что когда вы приводите примеры из текста автора, то это должны быть не просто куски из текста автора какие-то там, которые вы в пример привели, а иллюстрация – это не просто пример, а пример по проблеме. Так, два примера по проблеме вы привели, указали их роль в тексте, то есть для чего они автору нужны, логически их между собой соотнесли. Так, и таким образом первый виток рассуждения заканчивается на том, таким образом, что считает автор. Автор считает что? Позиция автора. А потом начинается ваш второй виток рассуждения. «Я согласен с автором». Это тезис. Ну или не согласен с автором. «Я согласен с автором». Потому что ваши доказательства, ваш довод. Очень хорошо, если здесь вы будете приводить примеры. Ну, с прошлого года, с 2019 года примеры не требуются, но без них все-таки, вот сколько я смотрю сочинения своих учеников, скудненько выглядит сочинение, если нет собственного примера. Пример можно здесь брать любой. 21 апреля Цибулька проводила семинар, вебинар, и сказала, что там и цитаты великих людей можно тоже, чего у нас, например, в регионе раньше не принималось. То есть пример любой, но хорошо, если он есть. Значит, рассуждение, довод, пример и широкий вывод. И вот здесь в широком выводе в сочинении вам надо обязательно, перед тем, как сочинение закончить хорошим широким выводом, обязательно надо пройтись по своему сочинению еще раз, чтобы у вас вот это вот рассуждение, эти пречи рассуждения был выдержан логично в течение всего сочинения. Чтобы не получилось так, что я проблему вот эту заявил, примеры я привел зачем-то какие-то совершенно другие, так, потом позицию автора я написал другую, которая не соотносится с проблемой. Потом я сказал, я согласен с автором и написал третью какую-то свою мысль. И в выводах я написал вообще совершенно какой-то новый тезис. Вот очень частая ошибка учеников. В выводах они пишут новый тезис, новую информацию, которая требует дальнейшего дальше разворачивания. Вот этого быть не должно. То есть, когда вы пишете сочинение, то вы пишете его в типе рассуждения в стиле публицистическом. Но стиль у нас сегодня здесь, это не предмет нашего разговора, а вот тип рассуждения, идем дальше, смотрим. Значит, мы с вами сказали, в рассуждении есть тезис доводы, и рассуждение завершается выводом. Таким образом, если представить это табличкой, то рассуждение – это движение стрелочки, посмотрите, от тезиса к доводу 1 плюс пример, довод 2 плюс пример, может быть довод 3, и в конце концов, в итоге из этого и всего должен следовать вывод, который должен быть шире тезиса. Так, это рассуждение. Хорошо. Основные речевые приемы, ну здесь тезисы и аргументы, так и выводы. Важной информацией является последовательность и связь мыслей, поэтому часто используются вводные слова, которые подчеркивают, как движется мысль. А главное, например, следовательно, и так, таким образом, во-первых, во-вторых, третьих и так далее. Так, сказуемая форма настоящего времени, и связь предложений бывает и последовательная, и параллельная. Так, и обязательно используются слова, которые указывают на процесс мышления. Вот если описание, то там прилагательных больше. Если повествование, смотрите на маркеры повествования на речи, и там глаголы, конечно, важны для понимания текста. А здесь в рассуждении, если вы видите слова с абстрактным значением, с отвлеченным значением, абстрактные, существительные, и, например, видите глаголы «думаю», «считаю», «предлагается», «размышляет», там еще что-то. Вот то, что указывает на то, что рассуждение – это то, что происходит у нас в голове. Это не мир материальный, это мир умозаключений наших с вами. Так, хорошо. В речевой практике разные типы речи друг с другом сочетаются. Может быть рассуждение с элементами описания, рассуждение с элементами повествования, повествование с элементами описания и прочее. Так. Ну, на упражнение, если у нас время, давайте хотя бы одно посмотрим. Хотя бы одно вот такое упражнение посмотрим. Вот. Прочитаем текст, знаменитый текст по Василию Пескову. Так. «Осенью лес молчит. Такая тишина. За сто шагов слышно, как убегает мышь по сухим листьям. В предчувствии холодов замолкли птицы. Ни звука. В такую пору особую радость в лесу приносит рабочая музыка дятла. Кажется, не по дереву, а по тугой струне стучит костяной молоточек. Я долго шел по ельнику, пока не увидел единственного безмолвного лесу музыканта. Дятел работал без устали, на заболевшей сосне виднелся узор его долота. В бинокль было видно, как длинным языком дятел доставал засевших в древесине личинок. Я спрятался за куст, любую с работой. Дятел косился вниз, но продолжал работать. В эту минуту случилась история, к сожалению, очень нередкая. Из кустов орешника грянул выстрел, дробью сорвало источенную червями кору, и вместе с ней на желтую траву упала птица. Из синего дыма на прогалину вышел лет семнадцати парень, с новой двустволкой, со скрипящим поясом, полным патронов. Я не ругался, но парень чувствовал, встреча не сулит ничего хорошего. В довершение всего он не знал, что делать с птицей. Зачем? А просто так. Парень неловко протопал на месте, потом вытащил из второго ствола патрон и сунул его в карман. Кто же должен научить мальчишек с семи лет влюбленных в рогатки в самодельные пистолеты и новые двустволки научить их беречь и любить природу? Кто должен разъяснить им, что лес без птиц скушен и неприветлив? Кто должен научить их радоваться при лету журавлей и беречь рощу островком темнеющую в поле? И здесь дано задание. Определите стиль и тип речи данного текста. Но поскольку времени у нас с вами совсем немного, я скажу сразу, что этот стиль, конечно, публицистический. И здесь представлены все типы речи. Вот смотрите. Первый абзац. Картинка. Осеннего леса. Так. Лес. Осенью. Тишина. Слышно. И мы можем представить себе, увидеть. Вот она мышка. Так. Замолкли птицы. Ни одного звука. И только работает дятел. Это описание. Это повествование. Вот так. Маркеры повествования. Я долго шел глагол. Увидел. Дятел работал. Виднелся узором водолота. Было видно, хотя это не глагол. Дятел доставал личинок. Я спрятался, любуясь работая. Дятел косился, но продолжал работать. История случилась. Выстрел грянул. Кульминация. Упала птица. Вышел парень лет 17. Я не ругался, но парень чувствовал встречи, не сулит ничего хорошего. И в довершение всего он не знал, зачем он ее убил. Чем дело кончилось? Парень неловко протопал на месте, потом вытащил патрон и сунул его в карман. То есть стрелять он больше не будет. Так? Это повествование. Здесь мы видим, как разворачивается, как кинопленка. Что было сначала, что потом, а что потом произошло, кульминация какая и чем дело кончилось. И последний абзац. Это, конечно, рассуждение. Это рассуждение. Серия риторических вопросов, которыми Василий Песков призывает нас задуматься. Кто должен научить мальчишек научить их беречь и любить природу? Это вопрос риторический. Понятно, что все мы должны этому учить. Кто должен разъяснить им, что лес скучен, неприветлив, ну и так далее. Так? То есть вот в третьем, вот в последнем абзаце здесь нет ни картинки перед глазами, здесь нет разворачивания кинопленки. Так? Здесь есть уровень умозаключений. Это рассуждение. Но, к сожалению, больше здесь не успеваю ничего вам подробнее рассказать. Так, если есть какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста. А вообще, вообще по ЕГЭ нынешнего года я тут заикнулась о том, что 21 апреля в рамках программы «Домашний час» выступала Четерина Цибулько, отвечала на вопросы пользователей ВКонтакте. И что она там в основном сказала? Значит, в ЕГЭ нынешнего года она сказала, что в тестовой части сложными заданиями являются номер 2 и номер 25, потому что для выполнения этих заданий, второго и двадцать пятого, нужно знать большое количество теории и уметь ее применять. Второе и двадцать пятое задания это по текстам, сначала по первому тексту, микротекст, с которого начинается весь ЕГЭ по русскому языку. Обращаю ваше внимание, что все микротексты для первых заданий ЕГЭ по русскому языку, они все научного стиля. Они требуют от ученика, выпускника знания не только русского языка, но и знания, например, физики, астрономии, химии, возможно, истории, конечно, еще каких-то других предметов. Так, вот такое. Хорошо. Это вот первое, что сказала Цибулька. Затем она сказала, что задание на ударение, я четвертое, и задание на паронимы, пятое, все задания будут, все слова будут взяты из официальных словников. То есть в демоверсиях ЕГЭ есть словник паронимов, есть словник орфоэпический, словник ударений. Так, все слова будут только оттуда. Это очень хорошо, это сужает круг изучения, ну, попроще становится, конечно. Так, хорошо. Дальше. 21-е задание, которое появилось с прошлого года, там, где нужно нужно знать теорию синтаксиса и найти, например, в каких двух предложениях или в трех предложениях знак тире стоит в соответствии с одним правилом пунктуационным. Так, здесь про это Цибулька сказала. В 21-м задании будут однозначные предложения. То есть, если бессоюзное сложное, то, скорее всего, бессоюзное сложно одного вида. То есть, ну, здесь тоже немножко попроще все-таки будет. Но в видах орфограмм надо все равно разбираться. Так, и по тестовой части что еще сказала Елена Петровна? В первом задании, там, где укажите верную и полную информацию к главную информацию к первому микротексту, там будет только два варианта ответов. Это тоже радует, потому что во всех заданиях, где неизвестно сколько ответов, то ли два, то ли три. Но, например, первое задание после большого текста на понимание текста, там то ли два, то ли три, то ли четыре ответа. Бог его знает сколько. В первом задании будет только два варианта ответов. То есть, здесь можно четко знать, что надо дать два варианта, а не три, например. Или нет. Ну, одного-то никогда не было. Два было. Так, хорошо. По поводу сочинения, тут больше, пожалуй, ничего говорить не буду. Так, я хочу сказать, что сейчас наступило время, уже май, когда, конечно, уже мы с вами должны начать повторять пройденное за год. Я думаю, что в течение года по определенной системе, конечно, все учителя занимаются со своими классами, со своими выпускными классами. Поэтому сейчас ваша задача понемножку уже начинать поднимать тетради, которые вы ведете с сентября, а может быть, в некоторых школах из 10 класса, и понемножку все это перечитывать, вспоминать правильные ответы, смотреть, как это все должно быть, как это все будет. Так, в этом году, поскольку сдвинулся весь ЕГЭ, сдвигается, конечно, приемная кампания во всех вузах. И вот здесь хочу еще обязательно посоветовать. Дело в том, что до сих пор многие ученики смотрят только на название того направления подготовки, то есть специальности, к которой они собираются, куда они собираются поступать. Но на всех сайтах всех университетов обязательно наличествует информация про образовательные программы. Очень вам советую, выпускники, загляните в образовательную программу того направления подготовки, куда вы собираетесь поступать. Потому что было у меня лично несколько случаев, когда ребенок покупается просто на красивое название. Однажды моя собственная родственница дальняя сказала, что она хочет поступать, ну, к примеру, на земельный кадастр. Я говорю, хорошо, а ты знаешь, что ты там будешь учить? Нет, не знаю. А я говорю, а ты знаешь, что у тебя в дипломе будет написано инженер? Нет, не знаю. А почему? А потому что не заглянула вовремя. Или я хочу пойти на таможенника учиться. Хорошо говорю. Еще одному, значит, своему школьнику. Хорошо говорю. А чем ты будешь заниматься? Я буду стоять на таможне, значит, ты палочкой грузы пропускать. Я говорю, да? Хорошо. Давай заглянем в образовательную программу, в учебный план. Что ты будешь там изучать? Таможеннику нужно знать огромное количество химии, потому что он должен знать химический состав грузов, которые он имеет, которые он имеет право пропустить через границу. Он должен знать много физики, он должен быть хорошо подготовлен, просто физически тренированный. Огромное количество всякой разной математики. То есть, прежде чем посмотреть, прежде чем купиться на название, которое сейчас модное или красивое, обязательно посмотрите, что конкретно вы будете учить. Зайдите в образовательную программу, зайдите в учебный план того направления подготовки, куда вы собираетесь. В этом плане Бурятский государственный университет предлагает огромное количество всяких разных специальностей. У нас действительно от инженеров до врачей, от экономистов до журналистов, рекламистов. От педагогов мы до сих пор единственный вуз, который нормально готовит педагогические кадры, которых не хватает по республике Бурятия ужасным образом просто. И вот здесь вот я хочу немножко заступиться за учителей, потому что за последние как-то четверть века сложилось такое впечатление, что учителя это совершенно загнанные люди, зарплата у них небольшая, помнится древняя реклама такая, да? Так, но надо сказать, что это творческая профессия. Учитель на уроке всегда хозяин себе и уроку, и классу. Это всегда длинный отпуск летом. Всегда летом, кстати говоря, да? Большой отпуск 60 дней. Это обязательная защита государства с точки зрения социального пакета. Вот сейчас посмотрите коронавирус. Все малые предприятия, малые предприниматели сидят в огромной яме бюджетной организации. Худо, бедно, но все-таки зарплату имеют, выживают. Так, и вообще хотела сказать, что есть ли большой смысл в том, чтобы, если меня сейчас слушают родители, большой ли смысл в том, чтобы отправлять ребенка учиться далеко. Ну, посмотрите, что сейчас делается в мире. Коронавирус в июне-июле не закончится, и в августе-сентябре тоже. Даже если снимут все ограничения, эпидемия еще не скоро кончится. Во-первых. Во-вторых, учить ребенка в наше время в другом городе, достаточно часто на коммерческой основе, в крупных городах это 200-300 тысяч в год. Есть ли смысл снимать ему квартиру в Москве, которая меньше 25-30 тысяч не стоит, комната 15-20 тысяч. Надо ли 16-17-летнего ребенка отправлять в другой город в наше с вами неспокойное время? Можно выучиться на бакалавра здесь. Бурятский государственный университет входит в тридцатку лучших по рейтингу в России и не ниже третьего места по Дальневосточному федеральному округу. Так. Выше нас здесь только ДВФУ, Дальневосточный федеральный университет. Есть ли, может быть, стоит выучиться на бакалавра здесь, а потом в магистратуру, да как, пожалуйста, там уже взрослый человек, 21 год, 22 года, он уже взрослый осознанный, поедет куда хочет и выучит на кого хочет. Поэтому здесь еще момент такой. Ну, а если говорить о родном моем институте филологии иностранных языков и массовых коммуникаций, к нам, например, на бывший филологический факультет на отделении отечественной филологии, то есть мы выпускаем учителей русского языка и литературы и филологов с хорошей, очень фундаментальной подготовкой, к нам в этом году, например, на поступление не требуется, не только в этом году, два года уже не требуется экзамены ЕГЭ по литературе. У нас экзамен ЕГЭ по русскому, экзамен ЕГЭ по обществознанию, тот, который сдает большинство выпускников по выбору, так, и дополнительно к этому внутренний экзамен БГУ, либо тест в этом году, судя по обстановке, либо сочинение по литературе, это всегда у себя дома и стены помогает, так скажем. Вот. Так, на журналистику у нас русский язык плюс общество знания плюс эссе, которые пишут выпускники, абитуриенты, на зарубежные отделения, на иностранные языки тоже русский язык, общество знания плюс письменная работа и устное собеседование по иностранному языку, на лингвистику, на переводчиков, преподавателей, то же самое, русский язык и иностранный язык плюс общество знания, то есть, вот предмет, которым пугают, к сожалению, к огромному у всех, конечно, профессионалов, предмет, которым пугает литературу, литературу к нам сдавать не надо. Когда поступите, мы вас всему научим. Вот так. Так, и вот, ну ладно, я думаю, пора завершать, 39 минут уже. Таким образом, какие-то вот темы для размышления, я надеюсь, я вам подбросила. Если есть вопросы по ЕГЭ, если есть вопросы по поступлению в Бурятский госуниверситет именно на, например, русскую филологию, на журналистику, на отделение рекламы, вы можете мне писать и спрашивать. Так, пора заканчивать, да? Субтитры создавал DimaTorzok, Продолжение следует...